А ситуация же очень простая. Человек – это обезьянка. Обезьянка – существо стадное. По этой причине главный вопрос – социальная иерархия. Что на уровне одного человека, что на уровне групп. То есть, иными словами, государство – это группа. То есть она должна предъявлять в рамках взаимодействия с другими группами аргумент. Тварь я дрожащая или право имею. Так вот, идеология в данном случае – это тот инструмент, который мы предъявляем. По мере того, как меняется жизнь, становится совершенно другой интерес у людей. Вот в 90-е годы все хотели денег. Соединенные Штаты Америки сказали – мы вам денег дадим, вы только нас слушайте. У нас отобрали идеологию ровно потому, чтобы мы не лезли в разборки больших дядей. А теперь мы говорим – все, ребята, это закончилось, мы возвращаемся. А вот теперь выясняется, что есть проблема. Потому что уровень жизни в мире падает. И он будет падать дальше и сильно. Значит, для того, чтобы вернуть себе статус, надо подхватить одну из тех идей, которые людям нравятся в условиях падения жизненного уровня. Их всего три. Вот всего три идеи есть. Одна из них – это называется национализм. И мы видели, вот Адольф Алоизович, вам пример. Вторая – религиозный экстремизм. Это ИГИЛ, это Талибан, целая куча. И, наконец, третья – это коммунизм. Вот выбирайте из трех. Хотите статус? Меня не устраивает ваш выбор. Хотите статус? Выбирайте одну. Придумайте что-то. Четвертый. Друзья, давайте. Если мы посмотрим на сегодняшнее чаяние народа, все они сводятся к одной единственной мысли – ответственность власти перед обществом. Ни в одной стране мира, западной, даже такой мысли нет. Все понимают, есть элиты, есть пирамида, есть вертикаль власти, а вот ответственность власти перед обществом нет. Это абсолютно левоконсервативная идея. Потому что никак по-другому ее не назовешь. Если мы посмотрим на историческую преемственность, это Византия с ее концепцией Катехона, где есть император, который защищает народ от произвола бояр и ростовщиков. Вот, соответственно, наша концепция. Она воспроизводится из раза в раз. Попытка внедрить у нас абсолютно западную по происхождению марксовскую концепцию коммунизма через 20 лет привела к тому, чтобы получилась концепция сталинская. Ровно та же самая. И по этой причине тут как раз, что хочет наше общество, абсолютно понятно. И сегодня, в условиях мирового кризиса, если мы эту концепцию двинем в мир, нас очень много кто поддержит.